Учебная квартира для подростков работает в Новосибирске. В ней ребята с психофизическими нарушениями учатся жить самостоятельно. Задания простые – разложить вещи, протереть из зеркала, постирать белье. Но для студентов в социальной квартире выполнить их – настоящий квест. В гостях у воспитанников необычной учебной площадки побывала Александра Медведенко. Макар перечисляет список своих обязанностей на сегодня. В учебной квартире чувствует себя хозяином. Даже проводит экскурсии. Здесь у нас комната для тех, кто ночует здесь. То есть у нас родители уже в командировку, а мы здесь остаемся ночевать. Учебная квартира – один из этапов адаптации ребят с особенностями здоровья. Для ребят с ментальным нарушением психики вся жизнь – это набор инструкций. К примеру, для того, чтобы постирать вот эту наволочку, им необходимо поднести ее к специальной таблице и определить тип белья. После нужно следовать определенному алгоритму. Такая квартира – первая официальная проба псковской методики по подготовке подростков к самостоятельной жизни. Уникальность в том, что это такой проект, созданный некоммерческой организацией в партнерстве с муниципальными и государственными органами власти, в партнерстве с бизнесом, с частными пожертвованиями. То есть, по сути, вот такая инновация, которая рождается на наших глазах. По словам специалистов, родители зачастую чересчур опекают таких детей и не дают им выполнять элементарную работу по дому. Здесь подростки от 14 лет и старше учатся, на первый взгляд, простым навыкам. Вот, умница, молодец, все хорошо. Это общественный транспорт, как им пользоваться, как добраться до места, куда я хочу поехать. Это некая свобода для ребят. Это добыть продукты. А где мы их добываем? Мы идем в магазин, мы их выбираем, мы их покупаем, мы учим деньги. Это приготовить себе еду. Это приготовить и постирать себе одежду. Каждый из стикеров дублируется еще шрифтом Брайля для тех ребят, которые не зрячие. Проходите гости дорогие, присаживайтесь за стол. Гостеприимство – тоже один из социальных навыков. Быть вежливым – основное правило поведения в квартире. Нарезаем, отлично, вытаскиваем нож. Несколько месяцев ребята учатся жить самостоятельно и поддерживать друг друга. Антон, да я тебе помогу. Не стесняйся. Александр Медведенко, Дмитрий Кабанов, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова